СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ На основании Корана, Сунны и Шариата. Хорошо, к этому чуть позже вернемся. Вопрос, который хочу задать сразу же вам. Курбан-Байрам, кто-то говорит, что это самый главный праздник у мусульман, а кто-то говорит, что это один из самых главных праздников. Поясните сразу. У нас два главных праздника. Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Мы не различаем, какой из них главнее. По значимости нельзя так ставить вопрос. Нельзя ставить. Нельзя. Потому что и тот другой, наверное, праздник, так или иначе, связан с именем Всевышнего. Да, празднику дает величие какие-то события, которые происходят в это время. Например, во время Курбан-Байрама часть мусульман находится в Мекке. И делают хадж, стоят на горе Арафа, обходят этот черный камень в Мекке. Таваф делают. Таваф сразу поясняют. Таваф – это значит обряд вот этого обхода вокруг черного камня в Мекке. Что это значит? Это один из предписаний для мусульманина, который в своей жизни должен сделать пять вещей. И одна из них – это съездить в Мекку, в город, пробыть там некоторое время и увидеть, то есть там, где жил пророк Мухаммед, увидеть этот черный, вот эту Каабу, как мы называем, первый храм на земле, который был построен Авраамом. Побыть там, почитать там намаз, совершить поклонение. Вот что он совершает раз в жизни. Время пребывания регламентировано? Время пребывания регламентировано. Это по лунному календарю должен быть месяц Зульхиджа, который вот сейчас у нас находится. И он там пребывает 5-7 дней с 9 по 13 число. То есть у нас получается, что Курбан-Байрам – это значит праздник мусульманский, который происходит по окончанию хаджа. Во время. Во время хаджа. Да, мы, значит, режем барашка здесь, празднуем здесь, а хаджи, то есть те люди, которые уехали в Мекку, они празднуют там в это же время. Которые совершают хадж, да. Но мы сейчас пока еще не будем далеко уходить в суть к Курбан-Байраму, потому что Володя задал вопрос, значит, по поводу того, который является главнее. И Ураза-Байрам, значит… Ураза-Байрам важен для нас… Он по окончанию поста. По окончанию поста. Да. Ну, напомним, по времени это… Месяц Рамадан. По-моему, в этом году в июне было у нас… В июне, начало лета, да. Ураза. Да, там промежуток между Ураза-Байрамом и Курбан-Байрамом регламентирован, и он тоже 70 дней. То есть два месяца, 10 дней. То есть это, ну вот, совсем недавно мы как раз говорили про Ураза-Байрам. Помните, у нас была тема… Да, с православием еще, там очень много переключек, да. Да, то есть поэтому и нет разницы, значит… В значимости. В значимости, да. И в том и в другом случае мусульмане славят имя Всевышнего. Да. Да. А когда славить имя Всевышнего, в данном случае, в том празднике или в этом празднике, наверное, при этом большого значения не имеет? Нет, нет, большого, конечно. Хорошо, тогда вернемся к Урбан-Байрам, да? Угу. Вот многие не знают значения этого праздника и судят об этом празднике по каким-то внешним признакам. А некоторые, значит, те, кто по своему убеждению защитниками животных являются, начинают нам рассказывать про кровь животных, показывать и так далее. И вот в этом смысле… И это из года в год вот как-то выпячивается, демонстрируется. Да, вот, ну, не будем говорить, что там есть какие-то мысли нехорошие у этих людей, но будем исходить из того, что каждый человек направлен на то, что он хочет что-то хорошее сделать. В связи с этим я хочу спросить у вас, ведь, наверное, есть значение, не просто мы, когда мы говорим по Курбан-Байрам, а, наверное, есть значение вот этого жертвоприношения. И откуда вообще вот это пошло? Почему вдруг люди в какой-то определенный промежуток времени, в какую-то дату мусульмане приносят эту жертву? С чем это связано? По мусульманскому преданию мы смотрим на этот праздник глубоко. Во время, то есть Коран нам говорит, что этот праздник, то есть сам этот обряд начался во время Авраама и его сына Исмаила и Исхака. Что до этого времени люди приносили в жертву людей. То есть давайте мы сразу скажем, да, извините, что я вас перебираю, да, Авраам, Ибрагим по-арабски является пророком, одним из пророков Аллаха, да, и точно таким же уважаемым, значит, и почитаемым пророком, праведником в христианстве и в... Иудаизме. Да. Да, поэтому, извините, продолжайте. Да, мы говорим про одного и того же Авраама. Да, да. Про одного и того же Ибрагим. Который является почитаемым и праведником для всех религий мира. И, значит, вот именно до этого времени люди приносили в жертву людей. Вот это же мы, как бы, и в фильмах это показывают, и в литературе это есть, да, как люди для какого-то божества, там, раз в году выбирают... Выбирают самого... У какой-нибудь деревяшки, там, или у какого-нибудь камня, там, да? Да, да, есть алтари, на сегодня, да, которые историки у нас находят, археологи, где людей приносили в животных, в жертву. В жертву. И это, безусловно, была трагедия. Да, да, это всегда была трагедия. Для семьи, для родственников. Для семьи трагедия, да. Выбирали ещё же самого... Лучшего, самого красивого. Красивого, да. И вот Авраам тоже сказал, я, как бы, своего чада, своего сына пожертвую. Но он же не просто так сказал, да, давайте, наверное, Авраам не просто был человек так, да, он, наверное, был каким-то одним из первых, кто, наверное, двигался к единобожию. Или уже получил от Всевышнего просветление, да, и понял что-то, да? Он не просто так дал обещание, да? Ну, нет, конечно. Мы же говорим, что он был пророк, избранный посланник, который получал откровение от Всевышнего. И вот такое обещание дал. И до него ещё в Коране пишется про Захарию, Захария. Да, выясняйте. Который тоже дал обещание свою дочь, воспитанницу свою, Мария, Марию, да, что он тоже её пожертвует. То есть жертва в том плане, в том случае не объяснялась, что это должно быть именно смерть. Например, Мария, он пожертвовал так, что она в келье, то есть в храме своём поклонялась. У неё не было никакого другого дела, кроме как поклонения. И вот это тоже жертва была, да? Это тоже жертва. То есть он от неё отказался. Что ты, то есть я от тебя никакой помощи не жду. То есть дарю тебя? Дарю тебя Господу. Также и Авраам сказал, что я подарю своего сына Господу. Может быть, он думал это как бы тоже, как Мария, он будет сидеть в храме, поклоняться. И когда время пришло, Аврааму, мир ему, пророк Аврааму, Всевышний напомнил о его обещании. Ты мне должен. Ты мне должен. И своё обещание выполни вот таким образом. Именно, как бы, жертву, принося физической жертвой. Физической жертвой, да. И когда он это, значит, собрался, положил сына, как в Коране это описывает, занёс нож над ним, и Всевышний отправляет ангела Дибриила, архангела Гавриила, да, как мы говорим, с барашком в руках и говорит, что вот Всевышний не нуждается в крови человеческой для жертвы, а чтобы люди приблизились к Нему, поклонялись Ему, хватит жертвы вот того, что, как бы, Господом Всевышним предназначено для еды. Вот суть в том, что Всевышнему Всевышний не нуждается в человеческой крови. Ну, вы так говорите, как будто Всевышний не нуждается в крови животного. То есть, Всевышний, наверное, не нуждается в крови животного, что больше всего выводит из себя защитников. Да, да, да. Что больше всего, наверное. Так, а что? Всевышний не нуждается и в крови животного. И поэтому в конце этой притчи Всевышний говорит в Коране, «Поистине до Господа не доходят Его мясо и кровь, а доходят до Него ваше подчинение». То есть, вот смысл в том, что любая жертва или любое какое-то поклонение, оно в своей основе должно нести подчинение приказам Всевышнего. Подчинение пути Господа. Подчинение пути Господа. Да, вот я Коран читаю, что подчинение именно когда Господь наставляет нас на путь добра, да, и в этом и видит, наверное, Всевышний людей, которые совершают. Он говорит, да, вы это делаете не для меня, то есть мне не нужна ни кровь, ни плоть, я не нуждаюсь в этом. Но тем самым вы утверждаете, что вы находитесь на моем пути. То есть, вот. Что вы верите в меня. Да, что вы верите и делаете то, что я вам велел. И вот этот очень вопрос, я хотел бы у вас вот спросить очень важный вопрос. А что велел вот в этом конкретном случае Аллах делать с этими животными? Он говорит, вот давайте режьте и ешьте. Ну, кстати, не просто так ведь и резать еще. Ну, это уже отдельная история. Ну, это тоже очень важная традиция. Но вот само вот это вот, пожалуйста, если можете, расскажите, что делают с этим мясом мусульмане? Классически, по шариату, это мясо делится на три части. Желательно делить на три части. То есть, часть остается себе, семье. Чтобы отпраздновать этот праздник, да? Чтобы семья использовала для себя. Вторая часть, чтобы приготовить угощение и пригласить именно гостей на праздник. А третья часть, это раздается людям, нуждающимся, которые находятся в трудном положении. А вот сразу хочется спросить, сейчас это предписание соблюдается нашим мусульманам? После приношения барашка действительно раздают, уходят нуждающимся? Да, мы собрали, то есть 12-го, если у нас был праздник, еще мы заранее начали собирать списки людей, нуждающихся, и мусульман, и не мусульман, одиноких женщин, бабушек. Очень важный момент. Это не обязательно приверженца ислама? Нет, не обязательно. Я хотел это тоже подчеркнуть. Нуждающимся сказано. Нуждающимся. Мы раздали около 30 пакетов. Причем, если я не ошибаюсь, сказано, что и тем, кто просит, и тем, кто стыдится и не просит. Так сказано в Коране. Да. И когда человек дает подаяние, ну, скажем, помощь какую-то, он не должен как бы чувствовать, что он помогает. Нет, это человек, который у него взял, помогает ему достичь довольства Господа. Да. То есть, и поэтому, вот у нас, конечно, в наших мечетях это не осталось, но вот когда я был в Турции, там с улицы, у дверей мечети есть такие чаши прямо в стене. Люди, которые хотели, вот, помогать, дать милостыню, они приходили ночью и ложили туда. И люди нуждающиеся тоже приходили ночью, брали оттуда столько, сколько им надо. И при этом это все исполнялось. И смысл в том, чтобы, ну, то есть человек дает, как один мой знакомый говорит, я даю не кому-то, а я даю во имя Аллаха, да, и даже не для себя, а во имя Аллаха даю. И тот, кто берет, он приходит и говорит, Всевышний велик. Да, и слава Богу. И тоже, чтобы никто не видел, что этот человек, то есть, чтобы не задеть его чувства. Да, да, чтобы не задеть, не ранить его чувства. Да, его чувства, что он в этот момент, именно в этот момент является нуждающимся. У меня вот еще какой вопрос хочется очень задать, вот, да, по этой легенде. Я прав или не прав? Ведь Всевышний тем самым Авраама испытывал? Ведь Авраам, безусловно, как любой отец, переживал за свое чадо. Испытывал? Абдулла Хазра. Для чего? Для чего? Ни слова испытания, лично мне не нравится. Нет, ну, другую, другую. Испытывал веру, да. Испытывал веру. Потому что ведь сын у него, это был у него, если я не ошибаюсь, старший сын, да? Да. И это был самый... Первенец. И у него до этого не было детей. И он был в старческом возрасте. Да, и он был в старшем возрасте. То есть это было самое дорогое, можно сказать, что у него было, если с человеческой точки зрения смотреть. Да. И это такой пример, который, ну, более эмоционального примера не привести. Угу. То есть, так что, и... Вот лично мне не нравится слово испытание, потому что, ну, как бы нас говорят, мир – это испытание, вот Господь нас испытывает. Наверное, лучше слово «воспитание». Воспитание. Что... Ого, понятно. Господь, то есть Всевышний воспитывал Ибрахима. Так же, как сегодня Всевышний воспитывает каждого человека через определенные трудности. Людьми человек человеку наговорил какое-то зло, и человек, как бы, получает от него определенный урок воспитания и улучшает себя или в положительную, в отрицательную сторону идет от этого. То есть, воспитание через испытание. Поэтому Ибрахима, он, как бы, воспитывал, его веру испытывал. Ну, наверное, сегодня. И мы, когда вот на сегодня, на свою семью это, как бы, переключаем на сегодняшний день, переносим на сегодняшний день, оно ведь тоже, вот, каждый день мы с этим сталкиваемся, что у нас стоит выбор подчинения, как бы, выполнить приказ или повеление Господа, или, как бы, пойти сделать то, что, как ты сам желаешь, по своему желанию это сделать. Вот в пятницу, скажем, мусульмане должны собраться в мечеть, мужчины. Каждую пятницу. Да, каждую пятницу. И вот ты выполнишь это предписание или не выполнишь? То есть, остальные дни ты, как бы, можешь и дома молиться, а вот именно вот этот день ты должен бросить, там, работу, определенную часть своих денег, которые бы ты мог в магазине получить. Ты это оставляешь, и вот идешь, как бы, в мечеть, и еще, там же тебе ничего не дают, там ты должен еще, наоборот, что-то положить, жертвовать чем-то. Еще вопрос, да, вот один из смыслов Курбан-Байрама мы выяснили, то есть, подчинение, да, подчинение Всевышнему. Подчинение, да. Подчинение Всевышнему. Это ведь не единственный день в году, когда Всевышний обращается к верующим, что вы должны подчиняться. На протяжении всего года это происходит? На протяжении всей жизни. На протяжении всей жизни, да. Да, каждый, вот мы говорим, мусульманин за свою жизнь должен сделать пять вещей верующий, да. Если он в душе верит в шесть вещей, то выполнить он должен пять вещей. Одно из них, раз в жизнь съездить в Мекку, раз в году держать пост, раз в году дать милостыню. А дать милостыню в какой-то особой форме? Особой форме. В особой форме. Это не просто подойти на улицу к человеку. Нет, нет, есть налог, называется он закат, взымается, ну как-то и слово неприятное. То есть, который мусульманин... Закат. Закат, да. Карл смягчённый, там, хумс закат, ад джагат и так далее, да? Да. Понятно, да. Высчитывать должен своё богатство в течение года, которое он накопил и которое у него хранилось в течение года, и одну сороковую часть из этих денег он отдаёт. Это вот третье. Четвёртое – это молиться, совершать молитвы. И пятое – это всю жизнь, сердце, 24 часа в сутки жить с верой, что Бог есть, и Он один. Это требование к мужчине мусульманину? Это пять столпов, я так понимаю, ислама, да? Это пять столпов ислама. И для женщин тоже. И для женщин тоже. Ну, для любого мусульманина. Тут разницы не делается. Почему это ты так, Володя, спросил? Разница между мусульманином и женщинами? Нет, для меня, если я ошибаюсь, поправьте, очевидно, что у мужчин, он как-то... Ну, больше у него ответственности и роли. Ответственности у него больше, да, само собой. Да. Так, продолжаем. Ну, а хорошо, мы вот как бы поговорили про значение, да? Вот у меня вопрос всё-таки. Как вы думаете, вот это вот уважение к Ибрахиму, с именем которого Курбан Байрама связано, очень тесно? Потому что именно ему Господь оказывал вот такую милость, такую поддержку, да? И впоследствии это имело большое значение для всего человечества. Потому что суть этого жертвоприношения вовсе не является в жертвоприношении. И в связи с этим... Не в кровожадности, да? Да, да, да. И в связи с этим вот когда меня, как мусульманин, поздравляли мои все друзья, я им всем говорил, что друзья мои, это наш общий праздник. В том числе моим друзьям-христианам, иудеям, там, тоже говорил, потому что это наш общий праздник, потому что это общая история, общая история единобожия, потому что он был первым, да? Как вы думаете, и как вы относитесь именно вот к этому, что это, собственно говоря, общий праздник всех людей? Не, ну сказать нет, как бы не получится. То есть, ну, как бы это наш общий праздник. Но я не видел, как бы в христианстве, чтобы в церкви, как вот делали жертвоприношение. Ну, там жертвы не приносят. Да, или, скажем, в синагоге был какой-то день выбран для того, чтобы зарезать какого-то животного, пригласить людей, накормить. То есть, именно определенный день для этого не выбран. Но у нас ведь тоже не в мечети режут, как бы. Не, не в мечети режут, но в мечеть приглашают. Ну, потом. Да, да. Да, но режут-то ведь тоже не в мечети, а то люди сейчас подумают, что раз, ну, точно так же, как в храме христианском и в синагоге еврейском не режут, у нас мечети тоже не режут, да? Не приносят жертв. Не в каждой мечети, скажем. Да, но смотрите... Есть мечети, которые вот в Казани у нас съездили перед праздником, посмотрели. Есть, как бы, сделаны бойни определенные, конечно, при мечети. При мечети, да. Да, при мечети есть бойни, где это всё очень красиво, цивильно, всё сделано. И режется, и сразу там раздаётся, и там уже сразу и варится кушать. И такая социальная столовая, скажем, в течение трёх дней, двух-трёх дней, это вот все люди, желающие и нуждающиеся, приходят. Ну, я замечу, что у евреев жертвоприношение тоже есть. И у них точно так же, как у мусульман, очень важно при принесении жертвы, чтобы у животного вся кровь вышла, да? То есть они... Да, да, да. Да, у них это тоже есть. То есть всё-таки у нас, так сказать, общие корни есть Исмаил, Исхак там и так далее, и так далее. Хочешь, не хочешь, они ведут свои истоки от Авраама. А вот у меня ещё вот такого рода вопрос, потому что некоторые задают вопрос там о мучениях животных и так далее. Вы, наверное, можете рассказать о том, что и знаете, какие есть в связи с этим правила принесения жертвы животных и вообще правила, значит, закалывания, скажем, животных. То есть как ислам относится к тому, что должны быть животные, мучиться должны или там бояться, пугаться там и так далее, и так далее. И даже, наверное, есть хадисы по этому поводу. Хороший вопрос, Анатолий Салевич. Я предлагаю сделать перерыв на рекламу. Сейчас наш гость обдумает и выдаст после небольшого перерыва. Союз нерушимый. О празднике Курбан-Байрам мы сегодня говорим в программе «Союз нерушимый» и о его сути и значении. Абдулла Хазрат Мабаракшина, Казакировской области, заместитель муфти Вятского. Мы у нас сегодня в гостях. Ещё раз добрый день. Здравствуйте. Мы забыли перевести Курбан-Байрам. Байрам-праздник, да? Курбан. Володя уже всё знает. Приближение. Приближение, правильно, да? Используется приближение. Приближение к... К Всевышнему. К Всевышнему, соответственно. К милости Всевышнему. Ну, давайте вернёмся к вопросу. Ну, есть перевод ещё и жертва, да, Курбан всё-таки? Можно и так? Можно и так. Несколько значений. Вот как раз возвращаемся, да, к вопросу, заданному Дизе Малевичем. Сама процедура, да? Правила. Правила. Если человек вознамерился принести в жертву какое-то животное, конечно, всё должно происходить максимально быстро и без мучения для животного. Ну, как бы тоже понятие уж относительное – мучение. Любая смерть – это всё равно мучение. Ну, чтобы это... То есть не точить нож на глазах у животного, не резать животных вместе. То есть одного режешь, а второй лежит, там ждёт. Ждёт. К слову такому. Ну, не видит, то есть в это время, что... Да, 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 второе животное не должно видеть, присутствовать при этом рядом. До того, как его рядом положат, наверное, там, смывают кровь, чтобы там... Да, чтобы всё было чисто. Как бы каждый мусульманин верит, что всё, что Господь создал в этом мире, это для него. Ну, как бы мы это пользуем кислородом, дышим, воду пьём. То есть солнца, теплом пользуемся. И этого животного именно Господь дал. И как благодарность мы, как бы, вот на свои, то есть на деньги покупаем, и его режем, и его делим, ну, как бы раздаём. И суть не в том, чтобы этого животного мучить, там, не знаю, как-то показать свою жестокость, там... Или режем, потому что пожрать хочется, там, да? То есть совсем другой смысл. Совсем другой смысл. Мы же... Напомним, говорили о том, что мы делим на три части и раздаём. Ну, заранее дома, вот те, которые на намаз уходят в день праздника, дома остаются женщины. Они уже готовят какое-то угощение, варят блины, жарят, там, чтобы после намаза уже пришли домой, там, сын, муж. Сколько дней длится, Гурбамбайя? Ну, сколько мяса есть, только и длится. У вас всё ещё есть мясо? У нас всё ещё есть. Володя, когда мы к вам в гости с Володей едем? Сегодня у нас пятница, пятый день, и вот в мечети сегодня у нас продали всё ещё угощение. То есть сегодня сделали плов из жертв и животного, и раздают, раздали. Вот после намаза. Вчера и позавчера и у меня гости были. Ну, вот такое весёлое время. Ну, кто-то, ну, праздник. Ну, я слышал, я слышал, читал, кто-то три дня празднует, вот обязательно три дня празднуется, кто-то побольше. Праздник в том смысле, что в эти дни нельзя держать пост. Вот есть же у нас пост, который человек держит раз в году обязательно, и есть такие ещё добровольные посты. И вот в три дня вот этого праздника человеку не разрешается держать пост. Добровольные и ещё добровольно-принудительные бывают посты, да? Да. Когда грехи нужно замаливать, так сказать. Ну, насчёт постов мы тоже ведь говорили, да? Там есть свои ограничения, кому можно не держать пост. Кому можно, кому нельзя. Больные или больные верующие в том числе, да? А вот в эти три дня нельзя именно. Нельзя? Да, нельзя держать. Вдруг тебя пригласают в гости, а ты скажешь, у меня пост. А тут праздник, тебя в гости пригласили, ну, и я не пойду к вам. То есть это нельзя делать. Да, это нельзя. Мне хочется ещё вот про роль женщины, хозяйки в семействе поговорить. Вот в Курбан-Байрам, что на неё? Она должна ведь жилище прибрать, привести в порядок, да? К этому празднику. Подготовиться. Подготовиться. Весь стол, угощение, это тоже всё на женщину. Да, дом... Мы говорим, что дом – это мечеть женщины. Дом – это... Слушайте, я впервые слушаю, что дом – это мечеть женщины. Да, дом – это место, где женщина – хозяйка. Дом – это место, где женщина – это место, где женщина – это место. Господом, перед Всевышним и мусульманке, скажем, и перед своим мужем – это родить ребёнка. Это единственная обязанность, которая предписана Кораном женщине. И если женщина делает по дому остальные дела, готовит пищу, кушает, стирает, дом убирает, то она получает такие же награды, как будто она добровольно молится, добровольно читает Коран, добровольно садака даёт, ну, там, милость у неё даёт. А мужчине... Это её служение, да? Это её служение. Всевышний в этом заключается как раз. А мужчина, если его жена этого не делает, и если он это сделает сам, ему ничего не записывается. Это его обязанность, оказывается. То есть вот прямая... У мужчины больше обязанностей, чем у женщины. Но Всевышний так создал семью из мужчины и женщины, что мы друг другу помогаем, радуемся и печалимся вместе, делим радости и печали вместе. Заметьте, это сказал Козы, Кировской области, мужчины. Имейте в виду, что вы обязаны делать вашу обязанность, вы за это не получаете никаких плюсов. Но вы обязаны. Но вы это обязаны. То есть и помогать дома, и поддерживать с ребёнком заниматься. Слышите меня? Да, мы говорим ещё женщине... Спасибо, ответное слышим от женщины, что напомнили моему такому рассекому, что он должен помогать. Спасибо Абдулла Хазрату Козыкировской области. Мы часто слышим, что вот Ислам не даёт женщине каких-то прав, он её унижает. Вот там четыре жены, многожёнство, ещё разные такие. Но мы говорим, что женщина, она, наверное, царица, она хозяйка, она королева в мусульманской семье. А принято женщину благодарить за это или не принято? Вот каким-то образом благодарный за то, что... Что должен сделать мужчина? Если жена ему в этом помогает. Да. Ну, всячески поощрять, как уж тут скажешь. Ну, светские жесты, те же цветы подарить. То, что она любит, украшения, это всё есть в традициях. Мы вот видим в мусульманских странах женщины, как бы она в магазине, её больше увидишь в Саудовской Аравии, её больше увидишь в магазине украшений. Она себе что-то покупает. Хотя она не работает, она себе что-то покупает. По-моему, Саудовская Аравия для того и сознала, чтобы что-нибудь покупать. А что же там ещё делать? Не песок же копать. Ну, надо пример брать. У них тоже вот есть такие положительные стороны, как они... То есть у нас как-то вот Советский Союз, наверное, научил, что и мужчина, и женщина должны работать, у ребёнка сдать в детский сад, и оба работают. А в большинстве ведь мусульманских странах женщина, она сидит дома. И не потому, что её туда закрыли. Ну, не только мусульманских. Я вот хочу вам сказать, что, по-моему, в 60-х годах в Швейцарии полное равноправие юридическое получили мужчина и женщина. И до сих пор там достаточно большое количество женщин не работают. Да, и не работают не потому, что же её закрывают дома. Да, да, да. А потому, что она не хочет. Потому что вот, ну да, и так принято у них, да. Я произнесу сейчас ужасную фразу, не надо женщин жалеть в этом отношении. Володя, Володя, смотри. Ужасная фраза, да, конечно. Сейчас кто-то скажет, тут позвонит, что, вот, козы спасибо, а Володе... Потому что она не хочет работать. Ну, вот видите, как мы, да, в конце нашего программы мы всё к женщинам свели, да. Наверное, надо сделать дополнительную программу ещё. Женщины выслабить. А, кстати, для детей Курбан-Байрам это тоже какой-то особый праздник? Принято ли как-то вот... Нет, я стараюсь, когда детей не показывать это. Нет, нет, я имею в виду дарить. Дарить что-то как-то особо можно отмечать. Жду вот в этот день какого-то подарка. Ну, всем членам семьи. Всем членам семьи, да. Если ты идёшь в гости родственникам обязательно, то есть... Да, какую-то новую одежду, брючки какие-нибудь. Вот мальчику, это вот прямо девочке. Ну, тоже что-то, чтобы она была красивой, да, чтобы выделялась. А можно я сведу снова вот... Может быть, непростой вопрос, но сведу снова, так сказать, к размышлениям. То, что вот Господь послал Ибрахиму, Аврааму, значит, вот этого жертвенного животного, овцу. А сочетается это вот с теми высказаниями Господа в Коране, когда он там приравнивал... Ведь он посылая, сказал, что отныне не будут люди приносить людей в жертву никому. Отныне не будут, да. А сочетается это вот с теми выражениями Господа в Коране, где он говорит, что я приравниваю убийство одного человека, там, убийство всего человечества. Вот как вы вот... То есть такой очень... Вот этот мостик есть, вот он так... И объемлющий, да, смысл? Потому что выдирать из текста, когда, да, это вообще неправильно. Но я думаю, что ведь замысливался, как бы, и Господь, посылая нам Коран, Он не просто давал нам отдельные фразы, Он целиком нам вот этого всё по жизни руководства присылал, да. Вот как вы считаете, вот этот вот мостик, он существует, и вот, может быть, он есть, потому что мало кто так, наверное, видит вот эти вот мостики, в том числе и мусульмане, да. Попытайтесь чётко сформулировать, у нас буквально минута остаётся, да, вот. Есть ли, есть эта связь? Ну, мне хочется спросить в той же заповеди, да, не убей. Да, да. Да, это та же заповедь, что не убей. Есть, да, то есть связь есть? То есть это взаимосвязано? Связь, конечно, взаимосвязана. Вот продолжение этого аята, который вы говорите, о том, кто оживил одного человека, как будто оживил весь мир. Например, то есть не нужно смотреть, что человек, он один, или его два, или его три. Сама жизнь человеческая, она бесценна. И любое кровопролитие людей, войны, конфликты. Это всё не нужно всем. Это всё не нужно. Тут даже если ты одного человека обидел, это как будто ты обидел всех людей на Земле. И с этой стороны, знаете, у меня иногда я завидую врачам, которые вот... Заканчивайте мысль, да. Да, вот врачам, которые что-то делают полезное. Именно человеку, ну, возвращается с того света, или, скажем, дарят жизнь, рожают, ну, помогают рожать женщинам. Это же очень большая... В общем, богоугодные люди. Очень большие награды они получают за это. Ну что, тогда давайте помогать друг другу и оживлять друг друга, и психологически, в том числе, и с праздником всех, и мусульман, и немусульман тоже. Спасибо, Азиз Агаев. Спасибо, спасибо вам. До свидания. Спасибо, и Владимир Сметанин, и Абдул-Хазрат Амабаракшин, Казыкировская область. Спасибо. Надеюсь, что не в последний раз встречаемся в нашей студии. Всего доброго. Всем до свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ